Здравствуйте! Вы на канале Вики Рецепт. И сегодня я покажу, как я готовлю пасхальный кулич без дрожжей. Добавляю в него орехи, изюм, цукаты и кусочки шоколада. А вместо яичной глазури сверху посыпаю штрезелем, крошкой из муки, масла и сахара. Кулич получается пышный, рассыпчатый, в меру сладкий и очень вкусный. А какие ингредиенты вам потребуются, вы можете посмотреть под видео или на сайте blogrecept.ru Беру 3 яйца и отделяю желтки от белков. Белки взбиваю миксером до устойчивой пены. Добавляю щепотку соли, она помогает белкам взбиваться. Сначала включаю миксер на малые обороты, а когда появятся большие пузыри, увеличиваю до больших оборотов. Взбитые белки пока отставляю в сторону. Яичные желтки взбиваю отдельно с добавлением 170 граммов сахара до побеления и растворения сахара. Затем вливаю 90 мл растительного масла, продолжая взбивать еще где-то полминуты. Кладу по половине чайной ложки лимонной и апельсиновой цедры. Смешиваю миксером и вливаю 170 мл молока. Снова хорошо смешиваю и начинаю добавлять муку. Добавляю ее порциями. Всего муки потребуется 350 граммов. Когда миксер перестанет справляться, перехожу на ручной замес. И добавляю щепотку соли и 15 граммов разрыхлителя. Когда тесто станет однородным, начинаю вмешивать белки. Обычно кладу их в три захода. После первого добавления белков перемешиваю тесто активно, чтобы оно стало пожиже и с ним стало легче работать. А вторую и третью порции белков вмешиваю аккуратно, круговыми движениями сверху вниз. В последнюю очередь добавляю наполнители для кулича. По одной трети стакана цукатов, изюма, орехов и одну четвертую стакана шоколадных капель. В последний раз перемешиваю. Аккуратно. С одной стороны, чтобы смешать, а с другой стороны, чтобы не уронить тесто. Не дать воздуху из белков выйти наружу. Делаю штрейзель. Беру 50 граммов муки и прямо в нее на терке натираю 20 граммов мерзлого сливочного масла. Чтобы его было легче удерживать, обваливаю масло в муке. Затем насыпаю 2 чайные ложки сахара и перемешиваю. Форму для кулича я заранее выстелила пергаментом. Смазала бортики и пергамент сливочным маслом и присыпала мукой. Если у вас есть бумажные формы, то этого делать не нужно. Размеры моей формы. Диаметр 13 см, высота 10 см. Перекладываю тесто в форму и посыпаю сверху штрейзелем. Украшаю миндалем. Выпекаю в нагретой до 180 градусов духовке в течение одного часа. Время очень индивидуально и зависит от размеров и конфигурации формы. Готовность можно проверять шпажкой. Так как этот кулич без дрожжей по составу сродни кексу, то у него, так же как у кекса, на макушке может образоваться характерная трещинка. У меня она получилась немного сбоку. Это зависит от особенностей духовки. Не слишком равномерного прогрева камеры. А теперь посмотрим на кулич в разрезе. Он очень воздушный, пористый, рассыпчатый, мягкий. Хорошо видны цукаты, изюминки, кусочки орехов и шоколада. А как он вкусно пахнет цедрой и свежей выпечкой. Более подробно, с пошаговыми фото вы можете посмотреть этот рецепт на сайте blogrecept.ru. Так же у меня есть каналы на Яндекс.Дзен, на Рутуб, на Ютуб и в Телеграм. Есть группа ВКонтакте. Все ссылки вы найдете под видео. Подписывайтесь на удобный для вас формат и не забывайте ставить лайки. Приятного вам аппетита! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова